Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. В гостях у нас по скайпу, как обычно, как уже привычно в последние несколько недель, бывший министр экономики, ныне депутат Сейма Ральф Немира. Добрый день. Добрый день. Господин Немира, попросим чуть-чуть вас поближе к микрофону. Не очень хорошо мы вас слышим. Слышно? Да, так получше. В общем-то, в такое нелегкое время, понятное дело, что большая часть нашего разговора будет об экономических последствиях и возможностях на сегодняшний день в связи с пандемией и с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране. Сразу напомню телефону прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Можете звонить, задавать свои вопросы. И номер WhatsApp 2-300-6191 можете писать нам в WhatsApp. И на фоне всего этого у нас происходит смена министра экономики, в общем-то, одного из того главного ведомства, которое должно оперативно работать, предлагать свои планы, поддерживать предпринимателей, которые держатся из последних сил. Как вы все это оцениваете? Как вы на все это смотрели, когда вас уже отстранили, а вы как бы еще можете и, возможно, хотите как-то помочь или что-то предложить, но уже не можете? Ну, знаете, во-первых, тут надо понять две такие главные вещи. Во-первых, Министерство экономики я вообще считаю самым главным почти министерством в системе Министерства Латвии, потому что, в принципе, нам экономический тревог уже давно нужен. И перед тем, перед этой пандемией у нас были довольно хорошие обстоятельства, чтобы развивать экспорт. И когда я встал в свою должность, один из первых, конечно, этих работ, которые мы начали, это было развивать программы экспорта через ЛИА, через АЛТОМ, Министерство экономики в том числе. Но, знаете как, я на этот случай, если мы говорим о моей позиции, смотрю, то есть не эмоционально, тут как бы за кресло держаться не самое главное. Конечно, новому министру экономики Янису Риттенбергу я буду помогать, тоже давать советы, если он будет в таких нуждаться, поскольку очень много работы за этот год было сделано. К сожалению, о обстоятельствах и нюансах я говорить не могу, потому что это тоже считается гостайна. Но, как бы, я хочу сказать, что всегда я работаю усердно, и в плане гостайны, ну, здесь только очень маленький сегмент всей работы связан с гостайной, да, то есть в этом случае министр экономики даже в то время, если не имеет допуска до гостайной, он имеет право работать, в то время, когда мы начали работу, тоже, в принципе, ни один министр еще не имел допуска до гостайной. Мы работали, то есть, конечно, в течение этого года там разные вопросы мы решали, и, ну, в этом плане оперативные такие действия, которые связаны с пандемией, они не связаны с гостайной, они больше связаны с такими оперативными действиями, которые надо сейчас производить. Конечно, такой кризис или такая ситуация в мире, ну, в таком объеме перед тем, фактически не было, не существовало, правительство в этом плане, конечно, работает как бы в новых обстоятельствах, такого не было никогда, и решение в этом плане, конечно, тоже получается, надо принимать неординарные. Если смотреть на другие страны, например, Италия и Испания, ну, там решение намного жестче, да, ну, и каждая вот такая жестокость в плане обстоятельств, она, конечно, очень влияет на экономику, и как мы будем выбираться из-за этого ситуации, ну, будет очень много разных решений, надо будет принимать. И если мы смотрим, много что связано, конечно, с Европейским Союзом, как Европейский Союз тоже будет принимать разные решения в плане программ финансирования и предприятий, и в том числе и жителей, поскольку, ну, мы понимаем, что доходы уже не те давно, не те, да. Потому что, конечно, бюджет должен будет быть больше, как распределять, ну, здесь в этом плане, конечно, надо понимать, что очень важно планировать, потому что если мы даже смотрим во время, когда все мирно, все хорошо, закупки, например, разных муниципалитетов, если происходит одновременно, к сожалению, цена растет. Например, сейчас мы тоже видим людей, которые спекулируют на разных масках, например, для лица, для жидкости, для дезинфекции. Это все происходит потому, что очень большой спрос этих конкретных нескольких позиций. Если, и к чему я хотел сказать, то, что если мы будем чувствовать уже, когда экономика немножко выходит из, и пандемия, например, уже завершается, тогда, конечно, тоже выливать деньги в экономику надо будет очень плавно и продуманно, поскольку если все в один раз влить, ну, там то, что регуляция будет в очень-очень высоком уровне и объеме, и мы потеряем все. То есть кто-то обогатится, очень мало людей, да, то есть остальные как бы останутся ни с чем. Потому вот там тоже будет очень важно, потому сейчас тоже я, ну, министр экономики, объяснял, как возможно разные программы начинать, чем заниматься, где, может быть, больше какой-то нюанс, как бы... На что обратить внимание. Обратить внимание, да. И такие, конечно, тут очень много решений надо будет принимать, будет очень такое время. Ну, я прогнозирую, что это будет довольно жуткое, да, то есть, с той стороны, что, конечно, денежка, которая приходит из бюджета и из Европейского Союза, никак не сравнима с тем моментом, когда экономик работает сама по себе. Ну, например, если мы смотрим на цифры, когда экономик Латвии, наоборот, денежный, в один месяц было примерно 10-5. Если мы смотрим на цифры, которые сейчас, ну, там, примерно 10 раз почти меньше, да. Так что, ну, конечно, затраты меньше, если мы смотрим на электроэнергию, тоже затраты меньше, на другие ресурсы. Но, с другой стороны, человек, конечно, должен в первые необходимости, то есть, товары и так далее. И, ну, какие-то отрасли говорят, что да, конечно, немножко идет даже вверх, да, поскольку тоже переориентация с китайского рынка переходила на Европейский рынок, я думаю, в плане производства разных деталей, разного оборудования. Ну, продукты питания тоже, конечно, сейчас имеют кризис. Но если мы смотрим на отдельные, как бы, такие оборудования, например, туризм, например, отели, да, то есть, там практически ноль. Если говорить о мерах, которые предприняты на сегодняшний день, как Вы считаете, насколько они помогут, насколько они могут поддержать, насколько они действительно связаны с реальностью, насколько реальны те люди, которые принимают решение, видят ситуацию, какая она есть? Ну, значит, как принимают решение, во-первых. Есть такой сейчас формат, как группа кризиса, которая, то есть, принимает решение, там самый высокий уровень с точки зрения и эпидемиологов, и политиков, я думаю, в плане министров, конечно, в плане экономистов, тоже социальные партнеры, как, например, ЛТРК, то есть, Латвии с бизнесом, с рухниц, и без камеры, и бизнес, то есть, представляет тоже себя в этих форматах и так далее. Там, конечно, обсуждается абсолютно всякая информация, которая поступает, информация все время обновляется, и в этом плане, конечно, надо принимать решение довольно быстро и продумано, да. Конечно, всегда может быть какая-то критика, доля критики о том, как решения принимались, но, вы знаете, не всегда есть время. Единственное, на что я хочу, конечно, обратить внимание, на госзакупки. К сожалению, я не всегда думаю, что они происходят абсолютно рационально, но каждый след, каждая закупка потом, может быть, будет анализирована уже госконтролем, комиссиям по ревизии, потому в этом плане, как бы, кризис использовать, и, как бы, в плане обогащения, ну, это совершенно неприемлемо на данный момент. Я не думаю, что каждый, там, как бы, на этом, как бы, так думает, ну, этот вопрос, конечно, встанет и после кризиса, там, отчеты разные, конечно, будут запрашиваться. Те механизмы, которые сегодня существуют, это Алтум и Лиа для поддержки предприятий, которые хотят развиваться и понимают, что они, возможно, через месяц-два они видят какую-то перспективу развития, что им надо продержаться именно сейчас, для них доступны вот кредиты, да, под какие-то лучшие проценты, но это все равно не, им не дали, грубо говоря, деньги просто так на поддержание, это все равно какие-то кредиты. И, например, Алтум не раз уже подвергался критике, именно этот механизм кредитования. Что вы на этот счет думаете? Да, вы знаете, ну, может быть, я в этом плане буду довольно непопулярен, но я тоже не поддерживаю гранты, я объясню почему. К сожалению, Алтум имеет тот капититет, который он имеет, то есть там сейчас завалено полностью с разными документами, каждый хочет получить, 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 да. Конечно, надо рассматривать, кто соответствует критериями, кто хочет взять деньги на ресурс, чтобы просто заплатить рабочими, заплатить за сырье, заплатить за производство и так далее, или кто-то там приходит с такими как бы вечными моторчиками, да, которые будем сейчас производить. Это, к сожалению, надо рассматривать, и очень многие сейчас там как бы свои документы подают. Я вижу, что, конечно, всем подряд денежку отдавать не надо, как гранты разделять не надо, потому что в один момент может быть такое, что каждый, который получил грант, к сожалению, бизнес свой уже не поддерживает, поскольку деньги уже есть, и как бы идет на бронхрот. В этом плане, в таком случае, мы все, и вы, и я, и все граждане Латвии будут за это платить. Если это как финансовый инструмент, который может быть распределен в какое-то время, например, там в течение длительного срока с очень низкими процентными ставками, это все-таки мотивирует, во-первых, подумать о своем бизнесе, чтобы он был бы рентабелен. Во-вторых, Altup тоже имеет еще плюс как бы четыре глаза, чтобы рассмотреть сам проект, насколько он вообще реален. И, в-третьих, как бы те деньги, которые будут поступать назад в какое-то время, опять же могут эту программу поддерживать и потом выплачивать уже новым предпринимателям, которые будут хотеть денежку использовать. Чтобы не было бы такого момента, когда все деньги распределены и используют председание. То есть больше чего больше раздал. В этом плане, я не так поддерживаю гранты, я вижу финансовый инструмент, который длительный исход на очень низкие процентные ставки. Господин Емир, мы как-то вас совсем перестали слышать. Вы сейчас слышите? Сейчас хорошо, да, сейчас лучше. Как понять, вот вы говорите гранты и финансовый инструмент. По сути, это же одно и то же, как понять, кому дать, кому не дать? Нет, грант – это просто, значит, денежный, ну, как бы, ну, какой-то объем денег на, например, на какую-то цель, да. Если мы смотрим на финансовые инструменты, да, это больше как бы такой длительный срок. Надо будет отдавать. Надо будет отдавать, да. В этом плане, если надо отдавать, тогда надо подумать, как, то есть, эти деньги потом можно заработать. И во-вторых, конечно, если они отдаются, они поступают назад, движет ту же самую программу. И когда она поступает, когда эти деньги поступают назад в программу, они могут быть использованы уже на новые предприниматели. Так что здесь, как бы, такой круговорот получается, и деньги работают, и, как бы, предприниматели имеют возможность их тоже, как бы, взять и уже на другие проекты использовать. Грант – это, как бы, отдали и до свидания. И забыли. И забыли, да. Хорошо, если отчитались, да. Да, хорошо, если еще отчитались. Что делать предпринимателям? Сейчас есть два пути. Кто-то подает на коллективное увольнение, просто на увольнение, для того, чтобы, возможно, через время, если все наладится, и когда все наладится, хочется сказать, тогда можно будет этих людей взять. Кто-то получает, подает на пособие на простой. Какой из вариантов лучше, на ваш взгляд? Каждый выбирает, понятное дело, что для себя, что экономичнее выгоднее, возможно, кто-то там платил с полутора тысяч налоги, им выгоднее получить, чем 700 евро за простой по безработице. Ну, вы уже очень правильно сейчас отметили, что каждый считает, что ему выгоднее. Но, знаете, я тоже не был тем, который хотел на отрасли выдавать денежку. Я объясню тоже, объясню тоже почему. Потому что, например, если у вас есть маленькое кафе, но все-таки оно работает, и получается, что, ну, например, это больше, может быть, джами Риги, да, все-таки работает и дает услугу, человек все-таки не сидит дома, а какой-то оборот налогов получается. В этом плане он уже может смотреть больше на такой вариант, чтобы просто закрывать свое кафе и сидеть, в принципе, на простой. Ну, здесь, я думаю, может быть, большая проблема в том, в этом капацитете, да, то есть административного ресурса, чтобы каждого распределить. Вот вам дать, вам не дать, вам дать, вам опять не дать. Это очень большой ресурс, нужен, но времени нет, да. Человек сейчас пытается в денежных средствах, и, к сожалению, может быть, потом через, например, год или пять лет мы будем смотреть назад и думать, что это не было правильно в какой-то момент, но, знаете, сейчас как бы времени нет. Такой кризис, в принципе, наступил завтра, да, то есть и все, и вот вам кризис, да. Если мы смотрим на 2008-2009 год, тогда уже там было понятно, что валится, да, с Америки приходит информация, что, да, обанкротились большие банки, и все, конечно, будет здесь так же само, поскольку там были плохие активы, в один момент переходить на Европу. Ну, и не на все отрасли, да, то есть, но здесь просто завтра все произошло, и за две недели как бы все закрыто. Но ведь такого, конечно, не было, и решение надо принимать, да, то есть, потому не всегда, конечно, нужно все просчитать. У нас есть звонок, дозванивается давно слушатель. Доброе утро, доброе утро, добрый день, простите, пожалуйста. Добрый день, да. Такой вопрос о банках и банковских каникулах. Значит, информация из первых рук, что банки при обращении за кредитными колбникулами для решения текущей ситуации по платежам по ипотеке используют этот момент для пересмотрения условий договора в кучу сторону. Первый круг знает точно, что цитадель и банк объявил об этом моим близким родственникам официально, чтобы договор был заключен в далеком 2007 году, очень хороший процент, очень хорошие условия, и банк прямо сказал, что такие условия вам будут недоступны, то есть процент по кредиту будет хуже, и условия штрафные и все остальное будет хуже. Почему бы комиссия рынка капиталов, которая подчиняется, я так понимаю, вашему министерству, не заняться контролем этого вопроса использования эпидемии для ухудшения договорных обязательств перед своими клиентами со стороны банков? Это возможно контролировать или нет? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что комиссия рынка финансов и капиталов министерству финансов подчиняется. Она вообще не подчиняется, поскольку комиссия, она не откреплена. Независимая, да. Ну ладно, не об этом. Человек совершенно, слушатель совершенно правильно отметил, к сожалению, такое же самое происходило в 2008-2009 году, абсолютно все один в один, у которого были хорошие процентные ставки, у которого были хорошие договора, банк шел на субботу. В этом случае я хочу адаптировать людей переписываться с банком в твоей почте, не звонить, да, переписываться. И в этом случае переписку и предложение на новый договор, конечно, сохранять. Потом можно обратиться и в ФКТК, в комиссию, да, и во-вторых, потарать, да, и в этом плане тогда, конечно, свои права отстаивать и ни в коем случае не поддаваться в этом плане такой агрессии. Но не все банки, я слышал тоже такую информацию, но не все банки идут на такой, как бы, момент. Но информация есть, потому есть возможность обращаться в госинстанции. Что, в общем, вы можете сказать, насколько реально на сегодняшний день люди вообще понимают, что происходит? Остаются ли, ну, может быть, в вашем окружении, или вы там по соцсетям, или под каким-то отзывом видите, что, ну, есть люди, которые до сих пор думают, что это просто пауза, вот завтра снимут, грубо говоря, чрезвычайную ситуацию, и все вот как было, так же заработает? Как бы без понимания, что так же, как было, ничего не заработает, уже поменяется все, что это не пауза, а перезагрузка. Ну, я тоже вот с вами должен согласиться в плане, это будет не пауза, а будет перезагрузка, в том плане, что такая ситуация, как она сейчас, завтра не поменяется. К сожалению, есть люди, которые еще, в принципе, безответственно на ситуацию смотрят, не соблюдают разные меры предусмотрительности. В этом плане я особо хочу, если мы говорим о наших пенсионерах, поскольку они как раз больше всего и уязвимы, если человек даже не чувствует, молодой человек не чувствует никаких симптомов, ничего не чувствует, приезжают бабушки, целуются с ней, да, и перед тем, может быть, был за границей или контактировался с таким человеком, подтвергают очень большому риску своих близких. К сожалению, такие случаи тоже бывают, потому правительство в этом плане проконтролировать это не может всех случаев подряд, но, конечно, в этом плане немножко мотивирующей может быть эти штрафы. Они оправданы большие? Можно еще больше? Или стоило бы меньше? Я не вижу нужды делать еще их больше, в плане того, что мы же хотим не штрафы получать, а просто превентивно работать, чтобы люди, понимая, что, возможно, даже будет штраф, все-таки соблюдали возможности. Эти ограничения? Эти ограничения, совершенно верно. Но, с другой стороны, конечно, у нас есть разные примеры, даже депутат Артус Хайминч, который там бегает везде вокруг, понимая, что он, возможно, в риске группы, да, и в этом случае подвергает даже самых высших должностных лиц в ситуации кризиса таким ситуациям, которые могут и жизни, да, то есть вопросить. Так что, вот, к сожалению, примеры есть, но надо как бы соблюдать всю эту осторожность. В принципе, в какой-то момент будет уменьшаться цифры. К сожалению, мы не знаем точные цифры, какие есть, например, в Китае, поскольку там, может быть, и статистика немножко вытаскиваемая, да, но если смотреть по европейским странам, для осторожнения, еще все растет, потому думать, что завтра что-то будет меняться, и еще завтра будет что-то меняться лучше в экономике, абсолютно не надо, потому что эпидемия, если завершится, еще экономика как бы восстанавливаться так сразу, это будет тоже еще постепенно, да. Ну, надо понимать просто реалии, да, то есть не жить каких-то возможностей, что как-то там мы решим, это, ну, здесь будет, конечно, такие общие решения, общий Европейского союза, решения, и, конечно, по всему миру надо будет сотрудничать по всем странам, понимать, общие решения, чтобы не было риска, риски, вы знаете, ну, как сказать, повторения, население, даже разные риски криминалов, чтобы не развивался, на фоне ухудшающейся экономической ситуации тоже, да, на разном фоне, да, эти все вопросы сейчас обсуждаются, решаются и, как бы, принимаются решения, так что, в любом случае, если смотреть разницу, в принципе, 2008 года и сейчас, чисто по Латвии, да, тогда в этом плане, в прошлом, в прошлом кризисе наши банки раздавали кредиты, ну, во всяком, да, в этом случае, конечно, тогда Европейский союз указывал на наши ошибки, здесь наших ошибок нет, здесь есть общая ситуация по всему миру, вот, и потому и понимание, да, если так можно сказать, они общие, и решения тоже будут общие, поэтому мы можем, как бы, находиться на финансовую поддержку, на финансовые инструменты, о которых мы тоже говорили, и, как бы, исходить из кризиса вместе. Ну, конечно, понимать надо то, что деньги сейчас не надо было бы на право-налево, как бы, да, то есть, поскольку такой точный, ну, как бы, прогноз и точный, как бы, то есть, срок утвердительный, это просто невозможно, абсолютно невозможно, потому что месяц или шесть месяцев, или целый год, просто надо считать, как бы, денежку и налево-направо. Сможем ли мы, если вот наша ситуация будет постепенно улучшаться, но понимаем, что границы еще не будут открыты на фоне других стран, но если мы внутри страны сможем как-то уснимать эти ограничения постепенно, и торговые центры начнут работать в полную силу, открываться рестораны, открываться отели, сможем ли мы внутри страны сами для себя, ну, вот, начинать как-то с внутреннего рынка, грубо говоря, там не на курорты ездить, а в Лепу, Кулдугу или Валмеру, да, для начала съездить, или там поужинать где-то, или все-таки этого недостаточно для того, чтобы как-то начинать оживлять нашу экономику? Вы знаете, экономика любит больше всего, когда она циркулирует в плане денежка, например, переходит из одного подторговца к другому, 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 и этот, как бы, круг, круговорот, он все время происходит. Я всегда просил и, как бы, ориентировал использовать местные продукты, использовать местные возможности, но когда уже были первые такие звонки, чтобы сходить рейсы на другие страны, можно съездить, как вы говорили, и в Кузбу, и в Бенспорт, и в Лепаю, и в другие, и в Долгопелс, и использовать наши ресурсы, да, то есть в этом плане человек, который дает вам какой-то сервис здесь в Латвии, он же тоже платит налоги здесь в Латвии, он, ну, принимает то есть в этой общей экономике свой вложение. Поэтому в этом плане, конечно, если мы начнем использовать наши ресурсы, мы быстрее всего начнем чувствовать и от этого общих благ. Сможем ли мы жить, можем ли мы жить изолированно, да, то есть только в нашей экономике, мы сможем, самые главные продукты нужны, первые нужды, они все-таки у нас все есть, но в таком уровне жизни, как мы чувствовали где-то, например, там, в 18-19, это, конечно, не почувствовано, мы будем хотеть, наверное, заграничные товары. Но с другой стороны, конечно, надо понимать, что рубеж закрыт, но негде закрыт для товара. Мы не можем перемещаться, мы не можем летать, мы не можем ездить за границу, но товары перемещаются, значит, в этом плане мы никак не почувствуем ничего плохого. Но единственное, на что я тоже обращал внимание, и в этом плане тоже говорили с Алсомом, когда я тоже еще был в должности, что нам надо все время развивать свое производство и развивать экспорт. И в этом плане, когда происходят закупки, например, для масок, для лица, один предприниматель хотел их начинать производить здесь флаты, что мы от этого будем иметь, ресурс будет здесь в любое время, например, 2 миллиона масок, мы их можем в какое-то определенное время. Это не мир, опять мы как-то вас плохо слышим. Да, сейчас слышите? Да, сейчас получше. То есть, если мы будем производить эти маски здесь в Латвии, тогда, конечно, в этом плане или 2 миллиона, или 3 миллиона нам надо, и в какой-то определенный срок мы будем их иметь. Во-вторых, это будет стабилизировать цены, и те спекулянты, которые сейчас появляются, они уже не будут иметь возможность как бы наше население собирать деньги, то есть, излишне. Но вот этот момент, это политические решения, это надо такое решение принимать, и нам хочется выйти. И АЛТОМ тоже уже рассматривает разные возможности финансировать наше предприятие, наше предприятие, наше отрасль, которые уже производят здесь свои продукты. Примем еще звонок, звонков много, бывший министр экономики Ральф Немир у нас. Добрый день. За вынужденный причиненный ущерб нашему государству от коронавируса, почему бы вам не потребовать компенсацию от государства, который запустил этот вирус по всему миру? Спасибо. Ну, да, ну, поймите, запустил то государство. Есть разные теории, есть популяции вокруг этой темы, да, как это все получилось, откуда это началось, кто это начал. Вы знаете, такой счет выписать кому-то, конечно, я не думаю, что будет возможно, и кто-то его будет оплачивать, тоже думаю, что вряд ли, да, особенно если мы там, например, как государство, будем выписывать кому-то этот счет. Ну, я думаю, что мы должны полагаться больше или меньше на свои силы, на свои возможности и думать с точки зрения того, что мы можем сделать. Если так будем думать, ну, тогда быстрее. Еще звонок примем. Добрый день. Да, добрый день. У меня к вашему гостю есть два вопроса. Что касается кризиса за 2008-2009 год, значит, как они собираются и, возможно ли, привлечь лиц, которые, это включающие государственные структуры, включающие банки, которые, собственно говоря, безответственно отнеслись к той ситуации, которую они создали. То есть, это по вине только наших государственных чиновников и банков было. Людей загнали, отоварили и открыли клапан и выпустили в Европу. Второй вопрос. Теперь ситуация совершенно другая. Она опять, на мой взгляд, как я вижу, делается ошибка. Вначале эти деньги, которые сейчас будут, эти пособия выданы предприятиям, они будут тоже разбазарены. После эти же люди пойдут и встанут на биржу труда. Неразумнее ли было бы государству выплатить вот эти пособия людям по тысячу или пятьсот евро? Потому что на сегодняшний день масса людей, очень мелкого бизнеса, которые просто им не на чего выжить. Спасибо. Но это американская модель, которая тоже обсуждалась, когда, в общем-то, каждый житель получает, там, по-моему, около тысячи долларов на каждого ребенка, там, еще несколько сотен. Почему у нас такая модель неприменима? Вы знаете, в этом плане, давайте подумаем тогда, с другой стороны, просто размер денег, он не безразмерен. Да, то есть, в том плане, что если мы выдаем, вот как человек говорит, по 300, по 500, по 700 евро каждому, хорошо, вот мы, например, каждому жителю по 500, по 300 евро разделили. А на сколько долг? То есть, на какой срок это будет человеку хватить? Мы все деньги разделяем, например, а кто-то, например, который зарабатывает еще все-таки, например, тысячи, две, три, пять, например, всякие есть. Такие все-таки даже предприниматели еще работают. Им тоже выделять каждому по 300, по 500 евро нет никакого смысла, нет никакой отдачи. И мы никак не решим ни один социальный вопрос. Здесь мы уже с вами в начале уже говорили, о том, что да, будут ошибки. Я думаю, что будут ошибки, и мы на них будем потом смотреть. Но решение надо применять быстро сейчас, поскольку ситуация развивается очень быстро. Потому я не думаю, что американская модель совершенно годится. Может быть, лучше люди получать разные пособия, и они как бы нуждаются в этом пособии. Если человек еще работает и даже, например, имеет прибыль в тех отраслях, которые сейчас, я не вижу никакого смысла в этом плане им выдавать по тем суммам, которые я говорил. Что мы можем извлечь из сегодняшней ситуации? Мы уже тоже и в этой студии не раз говорили с экспертами в разных отраслях, что, например, учеба онлайн, может быть, что-то из этого останется, работа на удаленке, что-то из этого останется, что мы сейчас погружены в такую ситуацию, в которую то, что мы долго не могли ввести, вот так вот на раз-два ввели, потому что вариантов других нет. Что у нас может остаться? Какие-то новые технологии, возможно, новые виды предпринимательства, передел рынка? Как вы это представляете? Я вижу, что мир уже не будет такой, какой он был перед тем, перед этим кризисом, хоть в плане коммуникации. Мы с вами сейчас коммуницируем через приборы. В этом плане, если мы смотрим на цифры OECD по дигитализации латвийских предпринимателей, мы очень-очень низком уровне, очень низком. Когда мы рассматривали все те цифры, к сожалению, человек, пользуя WhatsApp, фотографирует бухгалтерский блокнотик и отсылает бухгалтер. Хоть есть разные программы, которые это все делают без такого средства. Я думаю, что в плане дигитализации, в плане возможностей, которые мы сейчас осуществлять, должны осуществлять, мы выиграем. Поскольку мы должны приспособиться уже к новым обстоятельствам. И мы вот с вами, например, приспособились в этом плане. И так же само, например, дети тоже имеют возможность учиться онлайн. Конечно, там тоже есть, нужны обновления, и там нужно еще доработки и все остальное. Но это начало процесса, это начало прогресса. Мы должны прогрессировать. Если мы, как государство, маленькое государство, в плане такого Европейского Союза, выйдем и быстро приспособимся, и я знаю, что мы приспособимся лучше, чем старые европейские страны, которые все-таки даже не имеют настолько быстрого интернета. Я говорю о цифрах. У нас четвертый или пятый, я уже не помню, самый быстрый интернет в мире. В этом плане мы имеем большие возможности. Их, конечно, надо будет использовать. Но я думаю, что здесь будет и плюсы, и минусы, и, конечно, что-то будет меняться совершенно по-другому. Доставка на дом. Тоже, почему нет? Но многие ее просто боялись, многим казалось, что это дорого, недоступно и прочее. А сейчас, мне кажется, что этим каждый второй, каждый третий пользуются. Совершенно верно. Совершенно верно. Примем, наверное, уже последний звонок. Совсем мало времени, поэтому очень коротко попрошу задать вопрос. Здравствуйте. Постараюсь. Значит, отбрасываю другие вопросы. Меня интересует такой вопрос. Вот вам выразили недоверие наши органы контролирующие или полицейские, короче. Я сколько сейчас откровений бывших КГБшников, полно их там. Так вот, они говорят, что после избрания в Верховный Совет человека или в Паттины, советские органы прекращались все наблюдательные дела и подлежали уничтожению. Человек как бы чистый. Мне непонятно, Валдесберг, лет 20 назад заявил, что Латвия становится полицейским государством. Мне тоже не очень понятно, кто управляет страной. То есть, вот народ выбрал вас в парламент. Народ вам это доверил, представлять интересы, все прочее. Какой-то чиновник, неважно какого звания, решает, что вам не стоит быть. А может быть, это конкурирующая партия, допустим, господин Бордон. Спасибо большое. У меня тоже очень много вопросов на этот счет, но это будет, наверное, отдельный эфир, потому что тут тремя минутами не обойтись. У меня последний вопрос на сегодня уже. Вы в прошлый четверг было проведено заседание Сейма в таком новом формате. Вы в нем принимали участие. Как это было, когда все по разным кабинетам, вот это голосование, не поговорить, дебаты, не дебаты? Вы знаете, я когда в Министерстве экономики, создавал разные рабочие группы, у нас было очень маленькое время, например, час или полтора, или, может быть, максимум на большие группы два часа. Все быстро дебатируют, дают свои предложения, обсуждаем, принимаем решения. Извините, если дебат по 20 минут, каждый хочет сказать спасибо кому-то и потом вырезать и поставить в Фейсбук, это не продуктивно, понимаете? И здесь, если мы бы работали в таком онлайн-режиме, даже вообще в дальнейшем, мы намного быстрее принимали бы разные законы. Я всегда говорил, в министерстве очень большой темп, но все темпы может быть намного больше. Спасибо. Нам, к сожалению, пора заканчивать. И в WhatsApp тоже у нас спрашивают про последний вопрос. Еще раз отмечу, и думаю, что господин Немира тоже нам не откажет, что в ближайшее время, когда мы переживем эту пандемию и ограничения, мы обязательно вернемся к разговору почему, зачем и политическим мотивам всех происходящих процессов. На сегодня спасибо бывшей министр экономики, ныне депутат Сейма, Ральф Немира был у нас на прямой линии по скайпу. Эфир провела Анастасия Смоловская и Евгений Копейн, звукорежиссер. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин